Это, наверное, то место, для нас это как Сталинград свой. Мы смогли сделать то, на что весь мир не рассчитывал. Мы, во-первых, совместно с армией Ланской Народной Республики освобождаем, не только от Дебальцева, мы освобождаем еще одно населенное пункт на территории Ланской Народной Республики. Во-вторых, в Винске не признали, что есть, в самом деле, котел. Мы находимся в Дебальцево, вот по городу Нового Горида. Вся дорога со стороны этого перекрыта полностью нами. Бои идут уже в самом центре Дебальцево. Вы видели сегодня военнопленных, они сдаются. В принципе, ну, понимаете, это уже такая хорошая традиция. Мы появляемся в Голигорске, через три дня Голигорск полностью зачищен. Ну, я уже появился в Дебальцево. Проехался, посмотрел, очень жалко, город разрушен. Осадок, ну, сейчас такая горечь. Украина уничтожает наши города, села, мирных жителей, нас. Ну, мы боролись за свою свободу, боремся. Мы боремся за то, что за право строить новую жизнь, счастливую, нормальную, богатую. И ради этого мы сделаем все. Это транспортная развязка, которая соединяет нас с Луганском. Украина в будущем будет покупать через Дебальцево. В принципе, она и так покупает. Поэтому нам обязательно Дебальцево, как и все остальные города Донецка и Луганской народных республик, будет за собой. Все остальные территории Донецкой области и Луганской области незаконно оккупированы временно. Все происходит в рамках Минского соглашения. По Минскому соглашению мы стоим на границе, которая Дебальцево, это уже наш тыл. А в Минском соглашениях был определенный пункт. Все незаконные вооруженные формирования должны быть либо уничтожены, либо разоружены. В принципе, подписав этот документ, мы в рамках этого документа незаконные воинские формирования на своей территории разоружаем, либо уничтожаем. Продолжение следует...